МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег Сентюров оценил все плюсы такого супрациониста. В 2000-м она была сиротой пеших жихаров семейного дома. Благодаря этому дому мы можем теперь самостоятельно проживать. Благодаря этому дому мы много чего умеем. И благодаря этому дому он нам прибавил смелости в жизни. Потому что когда ты выходишь из интернатного учреждения, у тебя, как правило, паника, у тебя, как правило, рассеренность, потому что ты не знаешь, в чем будет состоять твоя дальнейшая жизнь. Сегодня в семейном доме для молодых людей с обмежеванными махчимостями постоянно проживают 4 человеки. Плюс, прикладно, на месяц сюда приезжают выхованцы дому-интернатов. Все ж таки такой практики самостоятельного життя у специализованных установок не отримаешь. У покоях, сдается, есть все для нормального життя. Ноутбуки, на яких можно глядеть телепередачи, спортивные тренажеры. Але что ураживает борщ за все, так это ведьми великая койкость образов. А в чем же хары семейного дома размовляют со святыми на образах, вядомы только им. От переважной большинства молодых людей, которые находятся в домах-интернатах, батьки отмываются еще в родильных домах. Под час святкования 15-го юбилея первого в Республике семейного дома для молодых людей с обмежеванными махчимостями, посол Великобритании Брюс Бакнелл узнав поваги до господаров, размовляя на русском мове. У речи семейный проект – это подтвержение махчимостей эффективного сопротивления краин в гуманитарной сфере. До того же селита Беларусь подписала Международную конвенцию о правах инвалидов, чем продемонстрировала свое имкнение больше уваги надавать к этой категории насильства. Может быть это знак, что для правительства это важная задача. Также это знак важности политики социальной защиты. С британского боку удел устворения семейного дома 2000 приняла доброченная организация «Проект подрымки детям Беларуси». Сегодня ей уканавший директор Линда Уолкер-Хажа, что с Роблиным целиком задоволена и огучивая новые планы. Открыть еще один семейный дом для молодых людей, которые имеют невеликие отчинения в психическом развитии, а ей при отповедной допомозе смогут самостоятельно жить в громадстве. Мы планируем открыть такой дом не на долгий срок, а на временное пребывание молодых людей там, для того, чтобы они побыли там какое-то время, приобрели навыки и потом другие места них приехать. Олег Сентяров, Игорь Марыченко, Телерадо, компания «Гомель». Посяжение по пытаниях задовольнения с поживецкого попыту товарами отчинной вытворчасти прошло у Гомельским городским выканавшим комитете. Почас посяжения было огучено доля товара у отчинной вытворчасти, які были реализованы насельниству за 9 месяцев бягучая года, складаю у огульным своем объеме 69%. Гэта личба уже перевысила летошние показчики. При этом треба означать, что доля товара у харчовой группы складая коля 83%. На сегодняшний день гэта самый лепший показчик сярод областных центров Украине. Статисты купсуе реализация нехарчовых товаров. Тут по кульяши не отрымалась операция мяжу у 50%. Замельшание дают перевагу импортным товарам. Тады яку целым по краине мясцовым и творцам доверяюсь больше. Тут доля реализации отчинных товаров уже складая 52%. В городе Гомеле торговым организациям есть над чем работать. И сегодня этот вопрос мы будем рассматривать на заседании исполкома. Соответственно, его нужно рассматривать не только в ключе работы розничной сети, но и в ключе предложений, которые делают торговли производители. Соответственно, будут даны поручения как одной стороне, так и второй, для того, чтобы изменить ситуацию и по итогам года выполнить задание на уровне 71,5% в целом по городу Гомелю по двум направлениям продовольствия и непродовольствия. Шарговая телефонная размова жахарами регионов по хвалючих их пытаниях отбудется завтра. Проставники улады проведут промылинии. С 9 до 12 годин звороты грамадян будет проймать керавник справ Гомельского Аблвыконкама Алена Владимировна Клешковская. Нумер телефона у Гомеле 75 12 37. Параллельно промылинию проведет старшиня Гомельского городского совета депутатов Ивана Фанасьевич Бородиншик. Звонков от жахару областного центра шакают по номеру 75 19 80 шатыры. Як и заусёды, по субботах промылинии будуть организованы так сама у районных администрациях и райвыконкамах. У Белой гостиной Палаца Румянцевых и Паскевишева отбылся концерт музыка французских импрессионистов. Яго проставили лауреаты международных конкурсов Ксения Бельцюкова и Марына Рамейка. У виртуозном экране скрыбки и фортепиано прахильники вытанчанной музыки пошули лепши творы французских композиторов Клода Дзебюси, Марыса Равеля и Сазара Франка. Яркие, ширые, часом хвалюющие драматизмом мелоды рубежа 19-го и 20-го стагодзев адлюстровывают свет человеческих почутцев, открываются перед слухачами чаронность и поэтышность природы, намаляванной тонкими оригинальными гуковыми фарбами. Отрымать асалоду от гэтых колоритных, малявниших и местами навыд экспрессивных музычных творов, які уасабляюць в продвешно-французский стиль, гамельчанам и гостям областного центра дозволили талиновитые столичные музыки. Пианистка Марына Рамейка скончила Венский университет музыки и выканальницкого мастацтва, удельничала у международных школах выканавши га майстерства и майстер-классах вядомых музыкау. Скрыпачка Ксения Бельцюкова, дашка вядомого у Беларуси композитора Сергея Бельцюкова. На музычном инструменте я награю больше, как 20 годов. Недавно девчина скончила консерваторию в Амстердаме. За пляшима талиновитые выканавцы немало престижных международных конкурсов и перемог. Дарыши скрыпцы, на якой Ксения виртуозно выконывая музычные творы, а маль 100 годов. У Гомельской центральной городской библиотеки имя Ерцина отбылась творчая сустрэча с литератором, лауратом прэмии имя Кирыла Туроскага Валерой М.Вятошкиным. Для маленьких шатаршоу ем прозентавал свои поэтышные сборники дитяшых вершев «Непоседы» и «Детки шалунишки». Гэта маляуниша иллюстрованные книжки, у яких увашли вятелые верши про малышоу, а так сама бабуль и дядуль, якие гораша любят. Гэта книги далёка не перши, якие вышли из-под пера Валеры Явятошкина. Два гады тому паэт выпустил сборник «Тапатушка», який просвятил своей старейшей унушцы. На рахунку аутара так сама три книги для дорослых – «Палутный небесу», «Надмитуснею часу» и «Дарогой бытя». Усё о своей житё Валеры Явятошкин працевал будовником, а поэзия для его заклик души. Творшица аутара уже паспели оценить у нашей краине. За сборник «Непоседы» он стал лауреатом прэстыжной литературной прэмии имя Кирыла Туроскага. Таки высокий довер, не выпадковость. Валеры Явятошкин не только выдат на володые слогам и рифмой, и он умеет глядеть на новокольный свет так, як бачить его дитя, раскрываючи незвычайное и самым звычайным, напаўняючи радки своих паэтышных творов выклюшно Добрынёй. На этом выпуск завершено. Студа и працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова